МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины Гродзенских регионов в вашей увазе. Витаю вас и глядите уготым выпуском. До выполнения задачи по подавництве у Прынемыни 420 тысяч квадратных метров жилья приступил Гродный жилбуд. На воселье справило отделение денных изнаходжений для хромадян Сталыха Узросту Ленинских районов областного центра. И зимовый турнир по подледной рыбалце собрал аматора УВД на Маляуничем в озере Каньбелое, что в озерах Лягродно. У Гродзенской области все лето плануется попадавать 420 тысяч квадратных метров жилья. Такое задание продугледжено постановой САУМИНА, опубликованной на национальном правовым интернет-портале. Сгодно плану загульного лику квадрата, у яке узвядуть у регионе 30 тысяч так званая энергоэффективное жилье, у яким для оттепления, гаража водозабеспечения и приготовления ежи выкористовывается электроэнергия. Что до плана у областного центра, то ссорито почнется узведение новых жилых комплексов у микрорайоне Фолюш и по улице Магистральной. Их это не все задачи, до выполнения яких уже приступили работники Гродно-Жилбуда. Ирина Юшкевич с подробностями. У Гронии продолжается активное будовництво шмоткватерных домов у микрорайоне Грандичи-3. В перспективе тут заявится больше за два десятка высоток. Это 200 тысяч квадратных метров жилья. Это микрорайоны, которые Грандичи в целом для Гродно-особливы. Например, тут реализована концепция дворов без машин. Основные парковки находятся за межами жилой зоны. Так створено комфортное и беспечное сородзе. Потом пойдут Граничи-4. Большой микрорайон, предусматривающий дальнейшее развитие до 65 тысяч населения. Теперь там уже новоселов по нашим прикидке где-то примерно 3 тысячи. Предусмотрены вкрапления высотных домов, конструктивные схемы с монолитом и другие новшества. Час, ресурсы плюс технологии равно гаранты и якости. Эту формулу за 55 год работы вывели у Гродно-Жилбуде. Тому и самая на первый взгляд неподъемная задача сегодня с пометкой «Зроблена». На прикладу таким проектом у Гродня стала забудова былых военных городков на улицах Пролетарской и Лицкой с учасными жилыми комплексами. В бягучем году приступят до реализации не меньше амбицийных проектов. У их лику новый жилый комплекс в микрорайоне «Фолюш». Он будет находиться немного вдали от улицы Соломовой, в самом сердце Фолюша. Там будет предусмотрен в микрорайоне «Фолюш» значительный снос, некоторая конструкция бывших казарм, других зданий. Микрорайон будет очень красивый. Вот примерно на уровне улицы Лицкой, но амбиций еще краше. Сярод планов на бягучий год так само нарушивает темпы взведения жилля для шмадетных, будовать арендное жиле и развивать город-сподорожник Скидель. У Вогули Гродинской области улита отримала самые великые за прошлые годы задания по взведению жилля. Проектом программы «Жилья на 2021 год» предусмотрен рост на 15% к уровню 2020 года. В первом квартале этого года намечен солидный наш взнос в копилку строительства жилья в Гродинской области, более 80 тысяч квадратных метров жилья. Сомнения о том, что строительцы Гродниччины, включая Жилстрой, справятся с поставленными задачами по строительству жилья, у нас нет никаких. Ну, кроме того, инвестиционной программой областной, республиканской предусмотрено строительство инфраструктурных объектов, это и дороги, и мосты, и здания, садики, школы, больничные учреждения. Поэтому работы у строителей у нас еще будет достаточно много. И я рад, что в Гродинской области есть такие организации, как Гродно Жилстрой, для которых, наверное, дело чести выполнить поставленную задачу качественно и в срок. Коллектив Гродно Жилбуда наличивает 3700 человек. Продукционность прации тут отличается наивысшейся от аналогичных предприятий Украины. Планка будет вытравлена из улеков доведенного задания. На бегущий год организация в связи 420 тысяч квадратных метров жилья. Региональная пресса заподробована громадянами. Лекоб такой заставаться в данне повинны развиваться у отповедности с западами часу. Такое меркование выказал министр информации Беларуси Игорь Луцкий. Керовник республиканских ведомств на веду островец и провел сустречу с журналистами. Мы сейчас особое внимание уделяем региональной прессе. На мой взгляд, они должны быть точками роста информационного поля Республики Беларусь. Регионалы – это также кадровая политика, очень серьезная. Потому что мы считаем, что в регионах должны воспитываться кадры, которые должны расти и до республиканского уровня. Поэтому у нас большие надежды на региональную прессу. И нужно отметить, что общий тираж региональной прессы достаточно высокий. Игорь Луцкий познайомился с представниками мясцовой прессы и за круглым столом обмерковал пытания профессийных навыков журналистов. Уходясь устрече закранались темы развития региональных газет и телебачения, финансования державных СМИ. Как прохудшалась, сегодня журналисты становятся больше активной, смелой и худкой. Этого потребует час, отзначил министр информации Беларуси. Нынешний период трансформации информационного поля, новых подходов. Необходимо продумывать, как мы будем это проходить, переходить в так называемую диджитал среду. Поэтому есть небольшие сложности. И нам нужно не упустить аудиторию взрослую, которая интересуется классической печатной прессой. Но в то же самое время не остаться за бортом современных технологий и необходимо внедряться в цифровое пространство, в социальные сети. Прием громадян по особистых пытаниях и промая телефонная линия. За рабочей поездкой из Эльвинский район наведал Виктор Лискович, старшиня постоянной комиссии по адукации, навуции, культуре и социальному развитию Совета Республики Национальных Асходов Беларуси. У рамках промой телефонной линии поступило литерально неколький зворотов. На думку Виктора Лисковича это свечить об тем, что в районе наладжена совесть улады с насильницей. И наденные проблемы поспехово выращаются на местах. Виктор Лискович отзначил так само, что подобные встречи дозволяют выйти на большемасштабные пытания. До слова, звороты громадян и своечасовость и хрошение было обмерковано сенатором, разом с героиниством Зелевинского района в рамках посаджения в Иконкама. Одным из пунктов в программе визиту старшиней постоянной комиссии так само было наведование гимназии номер один. Ключовой темой встречи тут стала навуковая работа в установах средней адукации. Мероприемство произошло в рамках информационного проекта «Школа активного гражданина», який реализуется на Гродящине и в других регионах краины. Практика ориентованности эдукации, умовы на первом рабочем месте – актуальные пытания сферы и профессийное развитие. Активное дело обмеркование важных пытаний для краины, прямая молодь при неманья. Многие отказы на их, как меркуется, прогучать в рамках 6-го Всебелорусского народного схода. Знаковая подея объединяет представников у всех регионов Украины, у Дымляку и Гродящины, на початку лютого в Минску. Добрым подморком для агульно-национальной размовы стали региональные диалоговые пляцовки. Удельниками их были и депутаты Молодьевого парламента при Гродинском областном совете депутатов. Сформулированные думки и инициативы молодые делегаты от Гродящины плануют довести до удельника у сходу. На Всебелорусском народном собрании впервые. Непосредственно это важное знаковое событие для нашей страны. Там присутствуют первые лица страны, там присутствуют делегаты от всех областей, от общественных организаций. Непосредственно это республиканский уровень, что является непосредственно определяющим для всего значимости самого мероприятия. На Всебелорусском народном собрании будут пониматься важные актуальные вопросы. Я думаю, скорее всего, первый из вопросов это будет непосредственно пандемия ковид, потому что она затронула нашу страну. Мы столкнулись с такой пандемией впервые в истории нашей страны. Она будет давать свои последствия и сейчас, и отдаленно. Это один из важнейших вопросов, который будет обсуждаться, именно борьба с последствиями и борьба с самой пандемией, которая происходит сейчас. Помимо всего прочего, был участником областных молодежных площадок диалоговых, где поднимались важные вопросы. Это была вообще одна из самых активных диалоговых площадок, которая была в нашем регионе. На рассмотрение было вынесено более 25 вопросов. Один из вопросов мой, он касается именно талантливой молодежи. У нас в республике и в области присутствуют такие специальные фонды по поддержке талантливой молодежи. Один из них это фонд президента Республики Беларусь. Степендиатами этого фонда могли становиться победители четвертого этапа республиканских олимпиад. Хотелось бы немного предложить расширить пул тех, кто заслуживает иметь право быть этим степендиатом. Потому что помимо республиканских олимпиад, помимо республиканских конкурсов, у нас имеется огромное количество конкурсов, которые проводятся именно общественными организациями. И это тоже республиканский уровень, что непосредственно значит о том, что ребята не менее талантливые, чем те, которые прошли по общим условиям. Также был участником областной диалоговой площадки по здравоохранению. Там активно рассматривался вариант ввода страхового медицинского обслуживания. Да, действительно есть большие плюсы у этой системы. Она позволяет непосредственно меньше инвестировать в систему здравоохранения, сделать ее более автономной, принести больше инвестиций в развитие данной отрасли. Однако есть некоторые трудности, которые обуславливаются именно спецификой наших граждан, спецификой нашего региона. Она заключается в том, что она потребует оплаты. Соответственно, исходя из этого, хотелось бы рассмотреть варианты большего, скажем так, возможности переходного периода, когда присутствует именно страховой пул и общая бесплатная медицина. Чтобы этот страховой пул оплачивал не только платные медицинские услуги, но и те, которые входят сейчас у нас в перечень бесплатных. Для того, чтобы и врач получал какие-то надбавки, премии за то, что обслуживает таких пациентов. Потому что в данный момент у нас система платной медицины заключается именно в том, что пациент оплачивает только саму услугу, просто как услугу, не за работу даже того врача. Работа врача у нас в этом случае спонсируется из бюджета. Хотя пациент при этом платит за само обслуживание. Новоселье по адресу урубливского 1-1-1 справило отделение неденных из находжения для громадян. Сталого взрослого центра социального обслугования насельництва Ленинского района Гродно. С на годы открытия его постоянные наведывальники, а это свыше 600 человек, зладили соправданную врачистость. На мероприемство запросили гостей и у всех тех, кто не удочинение до того, как это свято отбылося. Леса для ленинского находжения круто изменился год тому. Когда из социального пункта площадки 58 квадратных метров по улице Грандицкой, оно переехало на улицу Рублеусского. И теперь на шестом по версии Великого Будинка установа займает целых 580 квадратных метров. Размешение, кажут, наведывальники самое выгодное. Центр города, а на вышиню их подымают два лифта. А кроме этого, по усюлю тульный ремонт, новые обсталявания и тренажеры. Поэтому зараз остается только обживать и радоваться новому отделению. Серьезную поддержку оказал Гродненский исполнительный комитет. Была выделена существенная сумма денег, которая пошла на ремонт помещений, в частности, переоборудование санузла, спортивного зала. Нам очень помогли спонсоры. Очень много мы сделали собственными силами, своими руками. Красили стены, клеили обои. Пытались создать максимально уют и комфорт для людей, которые будут здесь заниматься, которые будут посещать наше отделение. На базе отделения працуют 18 гуртков и 4 клуба, где с корыстью и текаво вольный час проводят свыше 600 сталых людей. Пенсионеры обучают английскую, польскую и навыд турецкую мову. Займаются бокалом, танцами, спортом. Отримовывают психологичную разгрузку, развивают творчество, и спостигают язык компьютерной грамотности. Мне очень хочется научиться что-нибудь делать своими руками. Это полезно как для организма, для человека, так и для, я думаю, что это полезно для каждого. Чем-то заняться, найти свое хобби, увлечение. Интернет – это база информации, которой можно найти любой вопрос. Записаться в поликлинику, все расчеты можно производить с помощью, за коммунальные услуги, не выходя из дома. Очень много возможностей. По скайпу можно общаться со всем миром. Техник урезался у легковик. Резонансное ДТЗ отбылось у Вуковыском районе. За рулем автомобиля находилась 58-годовая жахарка городского поселка Красносельске. Жанчина выехала на переезд, не глядя на забороняющий сигнал семафора и гуковую сирену, якой подавал машинист техника. У вынику сытыкнение автомобиля пынулся на полосе отводу. Кераутца отримала сурьезные травмы, але, на счастье, яны не пагражают яе житю. Инспекторы у Чарговы раз нагадывают про важность выконания правила у проезда у чагунки. При наближении до переезда водитель повинен быть максимально уважливым, обовязково припыниться, капупылниться у отсутствия техника. Выезжать на пути при мегатливом червоном сигнале семафора категорично забороняется. У Борноузским районе мужчина захрас у 20-метровой студни. Поведомление об надзвучайном здарении у службы 101 поступило с хутора «Свободка». На месте вратовальники установили, что на 20-метровой глубине находится мужчина у притомном стане. Высветлилось, что по час чистки студни мясцовый жихар 1963-го года народжения отчувся бедренно и не смог самостоянно выбраться с колодежа с пятной водой. На допомогу вратовальников выкликал сябра. Продопомозе вяруки, лябетки и спецприлады за некольких хвилин потерпел и был поднят на поверхню. Мужчина передали брыхать худкой допомоги. Шпитализация не спотребилась. Зимовая каска. У города над Неманом открылась и персональная выставка фотомостока Сергея Тарасюка. До уваги широкой публики переважно представлены заснеженные аутерские пейзажи. Дадина экспозиция распочала новый выставочный сезон народных фотоклубов «Родно». Владимир Лобан, протягни. Сергей Тарасюк признается, безактивного отпочинку своего життя он не бачит. А постоянные вандровки и дают отмысловый материал для творчести. С кожной фотографией аутера связана своя не хай маленькая, а ли реальная история. Люблю ходить за городом, наблюдать за природой. И вот из этого и рождается эта вся выставка. Увлекаюсь не только фотографией, но и рыбалкой. Любим с женой путешествовать. В первую очередь мы объездили по Белоруссии все областные центры. Сейчас переключились на районные. Из этого потихонечку так и рождается выставка. Усурьё с москвацким фотоавтором занялся к лет 20 год тому. И оказалось, что Гродинец нашел свое творчее призвание. Одным составом для самореализации стало уступление у народных фотоклубов «Родно». Автор этой выставки Сергей Тарасюк. Человек очень любопытный, наблюдательный и талантовый. И он вообще один из наших лучших пейзажистов. И он знает, где снимать, что снимать. Ну и работа ему позволяет. Вот два выходных, сутки работает, двое отдыхает. И это позволяет ему выезжать куда-то и делать удивительные кадры. И на этой выставке представлено множество фантазий. И я не ошибусь, если назову их фантазиями. За свой творчий шлях фотограф изменил немало аппаратов. От классичных плёночных до сучасных личбовых. Однако техника, каже мастак, еще полова справы. Головное – убачить кадр. А потом зафиксовать убаченное на любым ноздбите. Техника абсолютно может быть любая. Потому что от техники, ну конечно, зависит много, но не всё. Техника, она скорее всего, просто помогает это всё запечатлеть. А увидеть, главное – увидеть. Тут, в общем-то, всё это совместно. Увидеть техника, талант, может быть, ещё что-то. И всё в совокупности выливается фотография. Як означают коллеги, Сергей Тарасюк вылучается уластным стилем и манерой с дымки. Тому его фотографии не просто удивляют, завороживают. Особливо зимовые пейзажи, які проставлены на гады выставе. Мы не замечаем иногда, а вот что делает вода замёрзшая, какие фигуры. Здесь просто, ну, воображение даже не может всё это представить. То, что сама природа нам показывает. Вот он это сумел запечатлеть. И первые снежные дни, и иней на деревьях белоснежные, заснеженные поля, заснеженные дороги, замёрзшие речки. До слова экспозиция «Зимовая каска» открыла новый выставочный сезон для Народного фотоклуба «Гродно». Для его удельников 2021 обязает стать творчим и насыщенным. А радовать же хоров и гостей областного центра новыми выставами гродинские фотографии обязают, как минимум, раз в месяц. Областные споборництвы по хоккею «Золотая шайба» на прызы президентского спортивного клуба завершились у Гродни. Юные хоккеисты из областного центра «Элиты» вяли боротьбу за перемогу у традиционным зимовым турниры. У молодшей группе 2008-2009 годов на Радженне лидерство оказалось за командой Кострышницких районов Гродно «Прыньоманские ястробы». Ястробы святковали перемогу и у старейшей группе, чем подтвердили статус фаворита успоборництва. У призёрах, ответственно, финишовали Гродинская Олимпия и юные аматоры хоккея «Злиды». Переможцы этой «Золотой шайбы» представить в область на республиканском узровне. Одна чем, что команды «Прыньоманских ястробов» не раз становились опрозерами финальных стартов. Упылненный выступ дружины на региональном этапе в пацанках специалистов, да я надеюсь, что наши юнаки достойно сгуляют с соперниками из инших областей краины. Заповедные места удалечения от города, кутки живой природы, яким удается позбегать проникнение человечей цивилизации, становятся магнитом для усих без выключения. А восьводные шляхи, водоемы и рачулки, их прохожость и тишиня притягивают аматоров рыбалки. Таким куточком на Гродинщине з'является маляуничая в озеро Кань-Белое, что у озёрах. Сюда и съехались аматоры Буды, как принять уделу турниры по подлёдной рыбалце. Татьяна Хрышук расскажет. Вопытные рыбаки подагравают свой спортивный интерес. За три годины треба наловить, як мага, больше рыбы. У особливой пашанево удельников – акунь и плотка. Рыбалка для 49 человек, проставников 23 коллектива медицинских установ, а маль зуссих районам в области. Гэта интеллектуальная гульня супрать такого суперника, як рыба. Спроба перехитрыть ее умелым выбором принады, места и техники ловли. Гульня ведома азартная. Олеек и многие аматоры, их это удельники, рыбачат не деля с добычей, а деля от рымания за довольнение от процессу. У меня отец на реке Детве родился, рядышком 200 метров, поэтому я рыбачу с детства. Даже не подкармливался в этой луночке. Просто рыбацкое счастье. Можно ехать домой. Ну, желательно, конечно, победить, но уже радует, что уже что-то есть. Первый раз на этом озере. Ну, впечатляем. Будем надеяться на хороший ловок. Мне лучше земли нравятся. Почему? Куда захотел туда пошел? Не надо ни лодок, ничего. Что характерно, с поборницей по рыбной ловле опынулись они только мужчинским занятком. Угонцы за перемогой приняли удел проставницы прыгожей половы человечества. Бавление часу у духу бережливых относен до природы, неверогодно натхняя и объедновывая. 30 лет замужем за мужем и 30 лет рыбачу. Вот было 12 декабря 30 лет совместной жизни. Вышла замуж за рыбака-охотника и приходится. Не приходится, это как пристрастие получилось у нас уже. Общие интересы нашли, вот поэтому. И рыбачу. Тренировал в прошлые выходные, рыбачили вместе. Мороз, минус 22, мы на рыбалке были. Как рыбачить? Вот по дну постучать, вываживать. Ну, все. Ну, это не рассказать. Это очень долгий процесс. С поборницей по подлёдной рыбалце третье за опошнее 5 годов. Ситуация с коронавирусом взвела кола спортивных мероприемств, организованных профсоюзом работников оховы здоровья до минимума. Однако, не глядя на обмежевание, усе же отбудутся областные спартакеяды, турслет и лыжный турнир. Это только планы, а по кулю дельникам турниру треба просведровать лунки и просвятить себе самой приемной части с поборницей, некольким ходином рыбалки. Здесь немножко ограничены условия лова рыбы. Одна удочка, один крючок. Конечно, другие бы там поставили три удочки, как положено, пять удочек можно, пять крючков. Или жерлицу, допустим, на хищника. Поэтому, как бы, вот, интересно. Ну, а правила соревнований есть правила соревнований. Поэтому все в одинаковых условиях. Когда на природе надо побыть на таком здоровом воздухе, то, конечно, желание появляется работать, потому что медика, по большому счету, есть уже усталость и физическая, и моральная в связи с этой пандемией. Поэтому я думаю, что, побывав сегодня на льду, поймав рыбку, они с более большим азартом приступят к работе. Как и в сопроводных споборницах, тут так само есть место для вызначения переможцев. Специалисты означают, профессионалам этого турнира будет назван и той, кто сможет ловить шмат дробной рыбы. Конечно, важны и огульная вага у лову. Выниковое узваживание показало. Улику счастливчиков – команда областной психоневрологичной больницы. У представников медицинской установки с Астролей – первое огульнокомандное место. И на этом наш выпуск завершенный. Я развитываюся. До встречи у эфиры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У суботу 23-го студеня у областным центры чакается пираменная воблачность без западков. Ранницы слупок термометра пакажа калян 0 градусов, днем – до плюс 3, а вечером – до плюс 4 градусов. Ветер пауднево-усходний – 4,6 метров за секунду. Атмосферный тиск – 740 миллиметров ртутных слупка. Великотность па ветра калян 95% ранницей днем и 88% вечером. З уликам усих метрологичных дадзеных, отшуваемая температура па ветра на протягу дня будена узровний 1-2 градуса морозу. У районных центрах 23-го студеня на дворье будзе наступным. У Великой Бераставицы свислочы и мостах калян 0 градуса у ранницей, да плюс 3 днем и да плюс 4 вечером. Пираменная воблачность без западков. Ветер пауднево-усходний – 4,6 метров за секунду. У Волковыску калян 1 градуса тепла ранницей, да плюс 3 днем и да плюс 4 вечером. Пираменная воблачность без западков. Ветер пауднево-усходний – 4,6 метров за секунду. У Зельве, слонями и дятлаве, калян 1 градуса тепла ранницей, да плюс 3 днем и вечером. Пираменная воблачность без западков. Ветер пауднево-усходний – 4,6 метров за секунду. У Шчучене Лидзе. Астрауцы и Ашмянах калян 0 градуса ранницей, да плюс 3 днем и да плюс 2 вечером. Пираменная воблачность без западков. Ветер пауднево-усходний – 4,6 метров за секунду. У Иуи, каля 1 градуса морозу ранницей и да плюс 2 днём и вечером. Пераменная в облачность, а падки не прогнозуются. Ветер пауднева у сходни 4,6 метров за секунду. У Новогрудку, каля 0 градуса ранницей, да плюс 2 днём и да плюс 1 вечером. Пераменная в облачность, без ападков. Ветер пауднева у сходни, ягу ходкасть 4,6 метров за секунду. Згодны с гисторой метаназиранню, минимальная температура па ветра, якая была зафиксована у Гродня 23-го студеня, 23,3 градуса морозу. Здарылась агета у 2006 годя. Максимальная температура па ветра, зазначенная 23-го студеня у Гродня, 7,9 градуса у тепла. Рекорд належить 1959 году. У районных центрах найхладней 23-го студеня было у Новогрудку у 2006 годя. Слупук термометра пустівся тады до 24,9 градуса морозу. Найтяплію гэты дзень було у Волковыску у 1959-м. Было зафиксовано 8,2 градуса у тепла. Ге магнитная ситуация у суботу 23-го студеня буде доволі спрыяльной. Сонечная активность не перевысить у зроўню невялікі ге магнитных хваляванню. У заход солнца у 9,1,24 хвилины, заход у 17,49. Светлавы дзень ў паравнанні з пятніцей павялічыцца на 3 хвилины. І складе 8,1,25 хвилин. Па месяцовым календары – молоды месяц. А докладній 23-го студеня у 12,1,14 хвилин пачнецца 12-й день месяцовага цыклу. Фінансовая дзейнаць пранясе добры прыбытак. Пленная будзе сама адукація і все, што звязано с самоудасканалінням. Бездакорна будуть прасовацца абсолютно любые, як важные, так і невельмі справы. Непрыемные ситуацы малаверагодные, а нават калі іздарацца, то не пранясуть адчувальны шкоды. У суботу 23-го студеня па народным календары – рыгор. Па надворю гэты дзень меркавалі аптым, якім будзе лета. Калі выпадаў іней, то лета чакалі сыроя. Паўднювый ветер прадвяшчаў часты навальніцы. А ясныя безветраны надворўе – засуху. Па православным календары 23-го студеня ім'янины ў Рыгора, Макара і Паула. У каталікоў дзень анёла адзначаць Даниэль, Филипп, Ян, Максим, Марыя і Михаил. Пајднювый ветер прадвяшчаў часты дзень анёла адзначаць Даниэль, Филипп, Ян, Максим, 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 Максим. Дануэль. 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 Субтитры создавал DimaTorzok